Он видит школьный КВН в Уссурийске, но с соткой мы точно не ищем будет. Полуфинал Приморской юниор-лиги КВН собрал в Уссурийске 9 команд. На сцене Дома культуры искрые новички и многократные чемпионы, но среди участников ни одного представителя нашего города. К сожалению, из Уссурийской команды не прошли. Они у нас не прошли этап межрайонного фестиваля, но будем надеяться, что школьный КВН в Уссурийске все-таки возродится. Он каждый год пытается, пытается, как феникс из пепла возродится, но, к сожалению, пока вот в этом смысле Уссурийск буксует. Гости шутили про то, чем ставится Уссурийск. Тигры, наводнения, слободские ребята. Команда из Лесозаводска с химическим названием «Циклопентампергидрофинантрен» уже знакома с образом местного гопника. Типаж уличной шпаны использовали и участники из Хараля. Увидели, что пацаны слободы такие крутые, и мы решили под них подкосить. И, ну, нас попросили, мы помогли. Откуда узнал, что они крутые? Ну, по рассказам. Пацаны знакомые тут учатся и сами рассказывали. Придумал я сам, у меня просто вот был костюм, и я все думал, блин, надо вот с этим образом как-то раскручивать. Но у нас, нам даже подметили то, что у меня образ сам есть, а мы его не докрутили до конца. А когда я вот одел, прям этот костюм я прошел. Это я, да. Прям влился в него сразу. Ну, че, посмотрел я тут все, не сильно вас и затопило. Нормальная двухэтажка. Вообще-то это пятиэтажка. Нет, да что ты сделаешь? Вы же жалуюсь. Вон, мы такие бельяные, билеты в океанах дорогие. Входите! Входите! Смотрите! Вот на таких горах си. По итогам игры жюри присудило звание лучшего актера Дальнереченцу, а лучшей актрисой стала уроженка села Барана Оренбургского. Ну, а команда «Налетая девочка» поборется в финале, победитель которого отправится в город Анамбу представлять регион. Илья Аманатов, Игорь Антонов, Телемикс. Игорь Антонов, Телемикс.